Друзья, всем привет! С вами Сновайс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это прошлогодний флагман от компании Honor. Honor Magic 5. Кто-то, быть может, скажет, а зачем, собственно говоря, обзор на устройство из прошлого года. Тем более, что уже на подходе Honor Magic 6. Вот именно, друзья, Magic 6 уже совсем скоро появится у меня на канале. Именно поэтому мне стало интересно посмотреть на прошлогодний флагман, который сейчас значительно подешевел. И если Honor Magic 6 будет продаваться примерно за 90 тысяч рублей, то Magic 5 на текущий момент времени можно купить примерно за 47. Именно за эти деньги его можно купить в интернет-магазине Play.ru, который любезно предоставил мне этот смартфон на обзор. Там же можно купить огромное количество электроники и бытовой техники по самым низким ценам. Так что, если выбираете что-то новенькое, проходите по ссылочке в описании. В комплект поставки входит набор документации, чехольчик довольно качественный, зарядный блок 66 Вт, ну и кабель Type-C для зарядки и синхронизации. Ну и, конечно же, здесь есть скрепка для открытия SIM-лотка. Покупать актуальные флагманы возможность есть, к сожалению, не у всех. Ну а купить хороший, мощный смартфон с отличной производительностью и шикарными камерами хотели бы многие. Вот и приходится многим покупать флагманы прошлых лет. Да что греха таить, я и сам так регулярно делаю. Потому что для меня телефон это в первую очередь рабочий инструмент. Поэтому тех характеристик и тех процессоров, которые выпускались полтора, два, три года назад, мне до сих пор достаточно. Я таким образом в свое время покупал S20 от Samsung, S22 и, собственно говоря, каких-то проблем и какой-то ущербности не ощущал. А данный телефончик у нас фактически вышел ровно год назад. Под капотом здесь Snapdragon 8 Gen 2, который до сих пор остается один из самых мощных процессоров. И, в принципе, на ближайшие 3, 4, а то и 5 лет он таковым и будет оставаться. Очень мощным и производительным. Здесь у нас может быть от 8 до 16 гигов оперативной памяти и от 256 до 512 гигов внутреннего хранилища. Карты памяти не поддерживаются. У меня, можно сказать, такой средний вариант 12 256. Именно такую версию в PlayerUnion можно купить сейчас за 47 тысяч, что, как мне кажется, ну просто даром за эти те характеристики. Здесь отличный OLED-экран. 6,73, 120 герцовый 1,5К разрешение. Телефончик получился очень изящным и легким. 7,8 мм толщиной и весом 190 грамм. И это несмотря на то, что здесь вполне себе полноценный аккумулятор. 5100 мА с поддержкой зарядки 66 Вт. Здесь у нас шикарные камеры и никаких тебе маркетинговых затычек. Да, это не Pro-версия, где ну просто нереальные камеры, но Magic 5 Pro до сих пор стоит довольно-таки дорого. Ну а здесь мы получили 54-мегапиксельный основной модуль. Телевик на 32 мегапикселя с оптической стабилизацией и 2,5-кратным приближением. 50-мегапиксельную широкоугольную камеру с функцией макро. Ну и фронталочку на 12 мегапикселей. Ну и зажигая экран, сразу же видишь, насколько он хорош. Большой, яркий и сочный. Здесь у нас имеется небольшое скругление, но оно не агрессивное, как это бывает в полноценных экранах водопад. Здесь я бы это назвал 2,5D. Скругление, и вы знаете, такой вариант экрана мне нравится. Палец приятно скользит и не цепляется за рамку. Но вместе с тем его все еще удобно и комфортно держать в руках. С точки зрения яркости здесь, конечно, все очень круто. Очень яркий и насыщенный дисплей. Ну и давайте теперь ради интереса померяем максимальную яркость. Благо теперь у меня для этого есть прибор. Ну и на максимальной яркости в ручном режиме мы получаем 924 люкс, что очень круто. Ну а на минимальной яркости в районе 6-7 люкс. Ну и раз уж такое дело, давайте теперь посмотрим шим. На максимальной яркости это в районе 10% пульсации, на 50% где-то 12, ну и на маленькой яркости мы получаем примерно 23-22%. Так что можно сказать, что пульсации здесь практически не наблюдается и с шим здесь полный порядок. Так что те из вас, кто беспокоится за свое зрение, можете не переживать. Здесь у нас традиционная оболочка Magic OS, в данном случае 7.1 на базе 13-го андроида, но уже прилетело обновление. Я пока еще его не устанавливал, так что скорее всего мы увидим здесь Magic OS 7.2. Ну а вообще, насколько я знаю, Honor обещает 14-й андроид на этот телефончик в совсем скором будущем. Вообще оболочка эта неплохая, здесь огромная возможность по настройке и кастомизации, есть и темы различные, и шрифты, и обои. Можно настроить Always on Display, здесь и разные часики, и разные уведомления будут появляться. В общем, настроек очень много. Здесь у нас установлен Snapdragon 8 Gen 2, очень мощный камень. Телефончик показывает примерно 850 тысяч баллов, но опять-таки я уверен, что многие из вас знают, что в зависимости от версии Antoo эта цифра может очень сильно отличаться. Я всегда измеряю, ну по крайней мере стараюсь использовать одну и ту же версию, чтобы потом в дальнейшем можно было сравнивать результаты. В Geekbench телефон набирает почти 900 баллов на одно ядро и 3646 на все 8. Мощный процессор, который позволяет чувствовать себя комфортно в большинстве современных игр. На высоких настройках вы сможете поиграть абсолютно во все игрушки, даже тот же Genshin Impact. А вот что касается троттлинга, то здесь опять-таки никаких сюрпризов. Понятное дело, что мощный телефон, мощный процессор, и спустя примерно 10 минут теста он начинает снижать производительность, чтобы не допустить перегрева. Особенно это актуально для телефонов с AMOLED-экранами, которые очень-очень боятся перегрева из-за того, что могут выгореть. Здесь мы видим среднюю производительность 228 гипс, а максимум 324. Внутренний накопитель здесь стандарта UFS 3, довольно-таки шустрый, 1400 мигов мы видим на записи, более 2000 на чтение. Это действительно очень неплохой результат. С точки зрения модулей коммуникации здесь полный порядок. Поддерживается два диапазона Wi-Fi плюс Wi-Fi 6. Именно по этому протоколу я был подключен к своему роутеру. Провайдер выдает 500 мегабит, и я вижу в районе 400, так что это в принципе нормальный результат. Также здесь у нас поддерживается Bluetooth версии 5.2, ну и естественно модуль NFC имеется. Ну и естественно всегда тестирую модуль GPS. Здесь полный порядок. Высокая точность 3 метра, огромное количество спутников как в поле зрения, так и в использовании. Все они в зеленой зоне, так что пользоваться навигацией с этим телефоном можно вполне себе комфортно. С точки зрения автономности здесь ситуация двоякая. Достаточно большой аккумулятор 5100 мА, который, надо сказать, что заряжается очень быстро, примерно за 45 минут, благодаря 66-ваттной зарядке. Если вы пользуетесь телефоном, ну скажем так, в стандартном режиме, то есть это обычные приложения, соцсети, мессенджеры, ютубчик, браузинг интернета, видео и так далее, то телефона смело будет хватать примерно на полтора дня работы. Но если вы любите поиграть, то, понятное дело, мощный Snapdragon 8 Gen 2 очень быстро скушает заряд батарей. Примерно за 6 часов в игрушках улетит заряд у вас в ноль и придется телефончик заряжать. Что касается звука, то у Honor только флагманские телефончики получают стереодинамики. Не знаю, с чем это связано, но, в общем, даже в довольно дорогих Honor 70-90 серии стереозвука не было. А здесь стереодинамики имеются. Но надо сказать, что это не самые лучшие стерео, которые можно услышать во флагманских телефончиках. Звучит телефончик нормально с точки зрения качества, но, понятное дело, что это полуторное стерео, гибридное, и нижний динамик у нас звучит гораздо громче, чем верхний. В общем, к качеству придраться я точно не могу, но о громкости, конечно, хотелось бы чуть побольше. Ну и жалко, что нету у нас здесь 3,5 мм, но на флагманских телефонах, как правило, этого разъема сейчас практически днем с огнем не найдешь. Ну и, естественно, из-за чего, собственно говоря, многие покупают именно флагманские устройства. Это возможности камер. Ведь в среднебюджетных устройствах, как правило, даже если основной модуль нормальный, то все остальные обычные затычки. Здесь никаких затычек и только полновесные полноценные модули. Даже фронтальная камера вроде бы на скромные 12 мегапикселей позволяет делать очень качественные четкие снимки. Причем есть возможность использовать разный угол захвата. Более широкий позволяет поместить больше объектов в кадр, ну а более узкий сможет сделать более качественную портретную фотографию. Ну и основной модуль тоже очень радует и детализации, и цветопередачи. Ну а телевика это, конечно, услада для глаз. Практически не отличается у нас цветопередача от основного модуля. Такие же цвета, такой же баланс белого, такие же переходы, но при этом очень четкая и качественная картинка, которая значительно лучше того, что демонстрируют камеры с цифровым зумом. Здесь также имеется десятикратный гибридный зум. Ну вот, допустим, пример фотографии. И здесь можно разглядеть даже надпись на кране, который находится, ну, метрах эдак в 400 от меня. В общем, здесь никаких вопросов нет. Ширик здесь тоже не затычка. Это не скромный 8-мегапиксельный модуль, а полновесный 50-мегапиксельный, который еще и с автофокусом и поддерживает макро. В общем и целом можно смело сказать, что это полновесный камерафон флагманского уровня, с которым вы сможете делать шикарные фотографии, которые получаются действительно очень детализированным. С точки зрения видеозаписи тоже полный порядок. На основной модуль 4К 60 кадров в секунду, а на фронтальную камеру 4К 30 кадров в секунду. Плюсом имеется возможность писать в Full HD 30 и 60. Давайте посмотрим на примеры и будем резюмировать. На основную камеру можно снимать вплоть до 4К 60 кадров в секунду. Также есть возможность съемки в Full HD 30 и 60 кадров в секунду. При 60 кадрах переключаться между объективами нельзя. Сейчас снимаю как раз-таки 4К 60 кадров. Картиночка получается очень плавной и детализированной за счет использования оптической стабилизации. Давайте пройдемся. Ну и во время съемки в Full HD 30 кадров в секунду имеется возможность переключаться между объективами. Широкий угол, обычный зум и гибридный десятикратный зум. Так что при желании можно поснимать различные кадры различных объектов, переключаясь на объективы в нужное вам время. На фронтальную камеру можно снимать вплоть до 4К 30 кадров в секунду. 4К 60, к сожалению, нет. Сейчас снимаю Full HD 60 кадров в секунду. Ну и в данном режиме можно переключаться на различные углы обзора. Сейчас у нас самый широкий угол. Теперь переключусь на 0,8 и на единичку. То есть, в принципе, можно захватить как можно больше картинки. Ну и либо же сосредоточить полностью весь кадр на вашем лице. Это очень удобно во время, допустим, записи влогов. Ну и картиночка получается очень достойная. Опять же, у нас работает стабилизация. Можно спокойно идти, общаться и записывать видео. Оно будет оставаться очень плавным. Honor Magic 5 действительно шикарный телефон. Когда он только вышел, продавался примерно за 1000 долларов. Ну или же где-то в районе 80 тысяч рублей. Сейчас цена упала практически в два раза. И сейчас как раз-таки самое время его покупать. Мощности здесь с запасом на ближайшие годы. А возможностей камер хватит большинству пользователей. Так что, как мне кажется, если у вас нет возможности купить флагманы текущего года, присмотритесь к этому варианту. Вы точно останетесь довольны. На 7 все. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Всем пока.